всем привет начнем потихонечку с лайфью работать и сегодня такое первое касание примерно я посмотрел как делается вроде даже что-то получилось по крайней мере какие-то наметки были что получается поэтому я решил сразу сразу вписать видео ну и попрактиковаться сразу 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 так я создал простой проект простой проект в нем пока ничего нет пока в нем ничего нет давайте сперва заполним депенденси которые необходимы для этого мы идем на гитхаб феникс феникс лайфа и просто выполняем все инсталляции которые нам предлагаются то есть сперва нам предлагается что добавить добавить депенденси мы говорим окей добавляем депенденси если нам нужно добавить депенденси нам нужно ее соответственно установить так дальше дальше нам нужно будет прописать некую соль некую соль наших конфигурациях окей идем прописываем эту соль дальше поехали дальше нам нужно прописать еще один флаг после фетч флеша окей идем и прописываем в нашем флеша окей дальше поехали что там просит нас еще расширить функциональность расширить функциональность они предлагают ну хорошо давайте расширим функциональность то есть мне нужно контроллеры вписать во вью писать и и и и в раутеры да писать окей сделали дальше нужно добавить сокеты так называемые типа канала да а к нашему добавить как мы это делали как мы это делали с этим с ченнелами обычными так где у меня эндпоинт ну собственно добавили дальше поехали теперь мне нужно добавить ассеты 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 так ну давай открывайся почему он не хочет открываться окей открываем наш пакетж json и добавляем ассеты 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 и еще предлагается мне заинсталить окей Так, сейчас я это сделаю в другом месте. А, как у меня проект Heddy называется, проект Heddy, почему ему не нравится, CD Assets, все есть, NPM, Install Force. Что ему тут не нравится, а? Ну ладно, давайте я сделаю это CD Assets. И ДМ, Бат. Бат. Окей. 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 я немного баги для себя в лэкпаке если вы первый раз устанавливаете то можете воспользоваться вот этой командой ладно вроде разобрались но не являюсь я гуру этого npm не знаю что понятное дело какие то пакеты нам устанавливают но как грамотно все разруливать я пока не знаю так что пользуюсь там подсказками ладно вроде как установили едем дальше теперь мне нужно добавить соединение это сродни вот смотрите вот когда мы писали channel channel здесь действует точно такой же принцип то есть наше live view по сути дела будет работать через сокеты через через веб сокеты точно по такому же принципу то есть сперва юзер сделает давайте на картинку сразу посмотрим юзер сперва делает запрос некая первоначальный view отображается и отходит к клиенту а затем мы подключаемся то есть мы мы получим в итоге вот этот вот gs код и с помощью него мы запустим наше соединение наше соединение и потом оно просто стабильно окей я в самый низ добавлю ну собственно вот все это соединение это соединение в веб сокет у нас эти live view работают по веб сокетам а вот это не обязательно это уже прописано то есть это просто то есть это просто чтобы в папочке соответствующей все это лежало папочка live уже прописана ну и стиля с настройки поехали теперь я буду базироваться на примере вот этого человека он сделал в принципе неплохое видео но минус его видео в том что он не показывает настройки то есть не показывает как все установить на самом то деле так давайте еще делаем следующее установим установим контекст вот я здесь уже баловался так мне надо вроде как добавить пароль да добавить пароль у меня примитивный так дальше поехали теперь мне нужно mix это create потом сделаем миграцию в миг миг и заполнило одно поле одно поле Так, где у меня, вот, так, где сид, креет супермодуль И здесь мы передаем, так, name, id, clon Ну, в принципе, мне одного хватит Это просто, чтобы начальные какие-то данные были вообще Начальные данные Так, отлично В общем, вставка произошла Вставка произошла То есть у нас есть данные У нас есть все загружено Теперь, собственно, можно заниматься нашим непосредственно liveview С чего у нас вообще весь путь-то начинается? У нас, по сути дела, путь начинается вот с нашего контроллера У которого есть метод index, так ведь? Этот метод index, он отображается на HTML Вот эту вот, индекс Дальше HTML-ка наша, это находится Вот в папочке, в темплейты Вот индекс HTML, вот она А почему вот это все отображается? Потому что сперва отображается в layout В котором подключается в viewmodule, в viewtemplate Так? Так Теперь я вот это все дело удалю И сделаю как он И сделаю как он Ставлю вот этот код Вот этот код вот сюда Только здесь у меня SuperModelList Воспользуемся функцией LiveRender Которая придет нам из Вот этого феникса Так, здесь мне нужно Так, как у меня называется? Хэди Хэди веб И здесь я передаю имя модуля Имя модуля, которое у меня пока не существует SuperModel SuperModelLive SuperModelLive будет называться Окей Теперь мне нужно создать этот модуль Это очень-очень похоже на сокеты, которые мы делаем То есть сейчас нам, скажем так, надо определить комнату Определить connection Для этого мы создаем Дополнительную папку Live И в нем, в этой папке Live Мы создаем вот этот вот модуль SuperModelLiveEx Значит, def в модуле Значит, так Хэди веб SuperModelLive Теперь мне нужно подключить функциональность сюда Phoenix PhoenixLive Это как мы GenServer подключаем Это тоже самое примерно То есть какая-то базовая функциональность И здесь нам нужно определить две функции Как минимум Это Mount Mount и Render Mount и Render Давайте отсюда вот скопируем Вот они Ну, собственно, все То есть, самый минимум Самый минимум готов Давайте Я делаю это запущу Вообще проверим, что у нас все работает Ага Ага Пой, так И поехали ошибки исправлять Значит, не может найти в SuperModelLive данный модуль Данный модуль, данный модуль он не может найти А почему PhoenixLiveView А я там что написал? А я написал просто Live Окей Исправим Я ожидаю, что у меня произойдет Connect и отобразится вот эта строчка Rendering LiveView Фактически это будет доказательством, что у меня Вот я баловался уже немного Вот, отлично Rendering LiveView Получилось, да? По крайней мере, отобразилось Теперь Что Что Вот Человек предлагал сделать Он предлагал осуществить следующее Он предлагал сделать ToDoList То есть Форму, с помощью которой мы Добавляем имена Затем эти имена мы сохраняем в базу данных И затем Происходит переотрисовка Данных из базы данных Но Прежде чем Собственно Что-то переотрисовывать Неплохо было бы Достать первоначальные данные Ну Собственно Вот он и предлагал Вот Assign Давайте я это дело скопирую А И Затем просто ставим наши Так Socket Тут у нас Super Models То есть будет Это Вот Мне нужно вот это То есть Пользуюсь нашим Контекстом Который предоставил нам Удобные Функции Лист Super Models То есть Это некое начальное состояние Некое начальное состояние И В принципе Можно даже Его отобразить Давайте быстренько напишем А потом сделаем Немножечко по-другому То есть For Super Models Здесь у нас будет Вот это поле Благодаря Assign То есть В объект Ну не в объект Это уже у нас Как-то называется Это Abstract Socket У нас Запишется 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 Вот это Вот это Поле Super Models С которым будет Взаимосвязано С которым С которым у нас будет Замесвязаны данные Я их просто выложу Сейчас я Ожидаю Ожидаю Что у меня Отобразится Только Только Heidi Klum Так Uninspected Token Значит пропущена Скобочка на линии 5 И в правду Так And Expression Ммм Ду забыл Окей Что опять Не так будет Интересно Отлично Вот Heidi Klum Отобразилось То имя Из базы данных Которое Я Забил Хорошо Но вот так вот Огородить Все в одном месте Лично мне не нравится И мне больше Импонирует Подход Который Вот В этом примере В этом примере А здесь Он предлагает Вынести Вынести В отдельный модуль И так все это делал Отображать Отображать Давайте Сделаем так же Для этого Сперва Мы создадим Вьюху Так Супермодуль Вью Окей Здесь нам нужно просто подключить Наши стандартные Наши стандартные Вью То есть Хэди Веб Вот вроде как Да То есть это наше Вью Вью с помощью которого Мы будем рендерить Непосредственно Изображение Теперь нам нужно создать То есть То есть Вот как мы Вот эти вот Пейджи Сейчас мы создадим Здесь такую же Страничку Страничку Так Супермодуль Ой Это мне нужно Папку создать Супермодуль И в ней я создам Файл Индекса HTML И LLX То есть Live 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 И собственно Вот на нем И я и буду Отображать Все вот это Дело Так Теперь я вот Отсюда Вот это могу Вырезать Вставить сюда Удалить Вот это Вот это Сохранить К сожалению Здесь этот Мне пока Не помогает Атом Потому что Расширение Такого не распознает Но это все В общем не важно Сейчас я могу Воспользоваться Вот этим вот View Вот этим View И воспользоваться Функцией Render Render Здесь мне Нужно передать Мне нужно передать Имя шаблона И Assigned Значит так Имя шаблона У меня Индекс HTML И вот Это Science Ну собственно Все То есть я Вместо того Что писать На месте Я создал Отдельный View У нас View Отдельный View Ответственный За отображение Вот я создал Отдельное View И под него Создал Еще Вот соответствующую Папку Template Ну и собственно Если у меня Все корректно То я увижу Похожий результат Нет Похожего Я не увижу Не может Он Рендерить HTML Плесе Define Match And Close Render Два Or Define Templates Edit Templates Supermodel Ойо ойоОй Ойо Так Я определил Модуль Да Это мне Не очень Помог Supermodul Конечно Надо писать Я писал С маленькой Буквы Везде С маленькой Буквы Так что Вот Здесь С маленькой буквы, а вьюха сама. И вот в модуле, который у меня ответственный за connect, соответственно, тоже с маленькой буквы супермодуль. Окей. То есть, вот мы делегировали отображение во вьюху конкретно. Дальше поехали. Теперь, следующий шаг, это добавить, добавить форму. Добавить форму, добавить форму. Давайте добавим форму. Значит, форм, action, phx, submit, add. Это, скажем так, имя запроса будет. Input. Здесь у нас будет супер, супер, опять не так помогает мне, супермодуль. Связываем мы с именем. И здесь назову add. Ага, adding. Ну ладно, пусть будет. Please add a new model. Хотела add supermodel. Так, то есть, это я форму добавил. Давайте теперь посмотрим, как сейчас. Отлично. То есть, вот наш input, вот add. Но пока, естественно, ничего не работает. Наша задача сейчас перенаправлять. То есть, это форма, которой мы используем элементы из из live view. Вот это некий сабмит, который, скажем так, свяжет с именем, с именем запроса. Это обычная форма, то есть, обычный input, который мы уже писали раз. А вот это, это, как я понял, это вот пока добавляется сделать вот эту форму disable. То есть, пока вам не вернулся ответ, вот эта форма, она недоступна, чтобы юзер не нажимал тысячу раз. Так, теперь дальше поехали. Теперь остался самый последний шаг, самый последний шаг, а это и это отобразить специальные функции, некие, некие handle event, то есть, callback. Вот к нам, когда будет приходить event, мы уже знаем, какой это event, это и с именем ад. В нем будет супермодуль, я его свяжу с супермодулем. Так, использую опять удобные вещи из контекста. То есть, вот я создаю и то же самое делаю вот здесь вот. То есть, снова связываю снова связываю. Давайте я попробую, а потом немного проинспектируем то, что здесь написано, если у меня все отлично получилось. так, неотлично. А, здесь надо, я еще не внимательный, to do, live to do. Значит так, create супермодуль и нужно передать вот этот супермодуль. Так. ну, давайте попробуем. Клаудия. Что там оно? Шифер. Отлично! Работает! Давайте еще что-нибудь добавим. Кто там у нас была супермодель? Я не знаю больше супермоделей-то. Ну, давайте, не важно тогда языки, языки наши будут модели. Скала отлично добавили. Hitman добавили. Круто, круто, круто! Так, что произошло? Что произошло? Мы взяли, мы взяли вот с помощью вот этой формы отправили специальные события event. Здесь мы прописали callback обработчик нашего события handle event. В общем виде вообще он выглядит так. Вот здесь, наверное, где-то должно быть. Ну, вот примеры есть. То есть название event затем value, который передается и всегда socket. И отдаем, мы отдаем, смотрите, reply, ой, no reply, и связываем в сокете опять какое-то значение. Ну, и собственно, все. Поэтому... Ой, кого поэтому? На этом я предлагаю это дело закончить. То есть, это был очень простой вариант. Вот, к примеру, вот, вот это, на чем я основываюсь, да, вот на этом, вот, я сделал очень-очень похоже, что у него, но я не рассмотрел вторую часть, кому интересно, посмотрите, вторая часть, она более интересная, немного, то есть, он добавляет, смотрите, вот, когда мы добавляем, когда мы добавляем, вот сюда, допустим, новый какой-то элемент, то вот здесь-то он у нас не отображается. И, если вы хотите, чтобы, скажем так, рассылка была сразу всем, сразу всем, то нужно там воспользоваться еще одними инструментами, если вас это заинтересовало, посмотрите пример. Я, в принципе, видел, чтобы сильно не растягивать, вот, in real time with pubsab. Я еще и pubsab, нам нужно отдельно обязательно рассмотрю его тоже. То есть, здесь, на самом деле, мне нужно апдейт сделать, чтобы увидеть вот этого джокера всей страницы. Хотя, соединение у меня тоже есть. Вот такие прикольные штуки есть у нас. на этом я предлагаю закончить. Ссылки оставлю. Ссылки оставлю. Изучаем LiveView. See you next time. .